Сегодня в Уральске прошел региональный семинар-тренинг по реализации трехзвенной модели уголовного процесса. На протяжении трех лет она оказывала свою эффективность. На сегодня прокурорами и органами уголовного преследования допускается гораздо меньше нарушений по сравнению с первоначальным периодом работы. К участию были приглашены не только представители нашей, но и Мангостаусской, Атараусской и Актюбинской областей. Можно сказать, что прокурорский фильтр встал на рельсы, поскольку наблюдается положительная динамика по многим направлениям. Только за истекший период прокурорами согласовано и утверждено более 9 тысяч процессуальных решений, отказано в согласовании и утверждении около 300. С прошлого года прокуроры составляют обвинительные акты по особо тяжким делам с начала текущего года по коррупционным. С апреля 2021 года мы начали внедрять первый этап трехзвенной модели. По особо тяжким преступлениям прокуроры начали готовить обвинительные акты. Первые пилотные проекты внедрены в Павлодарской области и Шимкенте. С июля 2021 года по особо тяжким преступлениям обвинительные акты прокуроры начали составлять по всей республике. До сегодняшнего дня мы вместе с коллегами получили большой опыт. Эта работа продолжается. Это позволило обеспечить тщательное изучение дела при согласовании решений с целью определения перспектив расследования и составления в последующем обвинительного акта. В настоящее время качество следствия улучшилось. Но я думаю, что по тем категориям дел, которые 2021-2022 года непосредственно озирают и составляют обвинительные акты органам прокуратуры. Я думаю, что с 2024 года, 1 ноября, по остальным категориям дел, в смысле, все больше и лучше будет работать. Почему? Потому что окончательная, как вы сами понимаете, оценка органов уголовного присоединения до судиморства может давать только суток. Также хочу пожелать вам всем в сегодняшнем семинаре удачи. В текущем году прокурорами составлено 43 обвинительных акта. Фактов оправдания, вынесения частных постановлений и возврата судами указанных дел не имеется. В ходе тренинга органы надзора поделились итогами проделанной работы. Они пришли к мнению, что необходимо больше практики для всех сотрудников. Предложили при обучении акцентировать внимание на трехзвенной модели уголовного процесса. Я хотел бы поблагодарить Вас за организацию семинаров тренинга на таком высоком уровне. Действительно, работая в вашем подчинении, наша служба, первая служба уголовного преследования, была начинателями этой реформы. Конечно, есть разное мнение, много мнений. Идеальной модели не бывает, но мы все стараемся максимально подвести все меры для того, чтобы качественно исполнить поручения главы государства. Программа тренинга двухдневная. В ее ходе участники в командах будут выполнять задания по реальным уголовным делам. Итоги подведут на следующий день.